Всем привет, чуваки! Здорово! Сегодня 12 февраля, как мы обещали, идём на фотостудию снимать чувака. Вот клиент. В смысле, ничего. Клиент не чувак. Хотя, клиент тоже, может, чувак, потому что чувак это нормально. Это же не диагноз. Собираем сумку. Чё нам для этого понадобится? Понадобится Mark II. Mark II. Морковка. Вот. Есть у нас аккумуляторы. Свет отключили. Вот эти вот посажены, блин, два китайских аккумулятора по 7 баксов. И один тоже китайский. Made in China. Но он получше. И его я зарядил. Вот. Больше нам ничего, в принципе, не понадобится. Всё остальное есть на студии. Надо только взять с собой сменную обувь. И пора ехать. Ехать пора. Пара-ра-ра-рам. Пара-ра-ру-рам. Пара-ра-рам. Вот этот, воня, подосятишь, что ли? Это уже такая модель. Парень с района, с Омской области. Это же Омская область. Вот такие дела. Клёво, приятно и весело провели время. Вот. Сейчас идём покупать землю для цветка, который у нас засыхает. И горшок для неё. Смотрите, чуваки, как круто. Птички, птички. Ой, простите. Ну, реально, это жесть. Это клёво. Я бы себе такое хотел. Взяли грунт, взяли горшок, а сейчас я хотел вам рассказать. Если вы хотите кого-то поймать, связать и наказать, то вам понадобятся полицейские наручники 21 века. Это вот такие вот хомуты. До стопада увидели в фильмах сейчас. Это у полицейских там за бугром реально это мода. Вместо железных своих браслетов. Чё это такое? Использовать вот такие штуки. Термотрубка. Кому это говно надо? Дерьма. Я бы на этом прокатился бы. Было бы мне лет пять. О, смотри, комики висят. А, в смысле эти. Камаки. Помнится, в детстве где-то, когда я ездил в деревню, с бабушкой валялись вот такие вот кольца пластиковые. Но они были пластиковые, да. Но вот это вот резиновое для собаки, оно стоит 320 рублей. Вы чё? Вы чё? Вы чё? 320 рублей за что? Жесть. Ребят, это жесть. Снимай выше голову, пожалуйста. Сними его. Ни на кого не напоминает? Муви 43 смотрели? Вот такую бандуру Барни точно, наверное, не сломает. Я не знаю, она, наверное, не прыгает. Она не прыгает. Она... Это как теннисный мячик, только он... Он капец, из чего я не знаю. И стоит 150 рублей ровно столько же, сколько мы вчера покупали. Тот резиновую херню. Вот это сегодня, наверное, подарим. Наверное. Надо ещё подумать. Вот такой вот диск сегодня подарил Жене, которого фотографировали. Привет тебе, если смотришь. Спасибо. Прослушали диск. Клёво. Я, если честно, не думал, что реально есть диджеи, которые делают такую музыку. Но обычно, когда говорят диджеи, то это... Вот. А здесь, ну, чисто гранжевые ритмы. Гранжевые рифы. И всё проще. Но единственное, единственное, что сразу бросилось в глаза, так это... Гранж, а не гранж. Потому что гранж пишется через Ю. Пишется и читается по-немецки как ГРЮНГЕ. Поэтому тут... Ну, может быть, так задумано было, чтобы обойти что-нибудь там. Чтобы не платить гранжевые налоги, например. Потому что гранжевые налоги, они сейчас очень высоки, широки и сильны. Параллельные очки! Пойдём домой. Чуваки, а вам слабо так перданут. С дымком. Чуваки, дым-машина сегодня продаёт. Это, наверное, последнее, что у нас осталось в фотостудии. Какая вот дым-машина. Ну, в общем, я больше не буду дымить, потому что... Потому что сейчас кто-нибудь подумает, что у нас здесь пожар, и что-нибудь вызовет, например, пожарную машину. Большую, красную пожарную машину. Ну что ж, попытка номер два подарить вот этому Чутику игрушку на день рождения. День рождения. Игрушку, да? Игрушку. Игрушку хочешь? Хочешь тебе подарю игрушку? Солистка, ты сейчас подарим игрушку. Игрушку. Ну, в общем, по старому сценарию. Погнали. Ищи. Ищи игрушку. Надо раскрыть, он же всё равно не сможет можно раскрыть. Ищи. Игрушка, где-где-где? Ты только что по дому искал. Мы пришли с пакетом, а он как-то учуял его и начал искать. Ту самую игрушку. Игрушка, ищи. Ты не на меня смотри, ищи игрушку. Какой же ты дятел, а? Ту, чё такое? Чё там, чё там, вообще? Всё. Брось, брось. Чё это она долбит? Соседям. Слушайте, как она долбит. Соседям вообще будет просто праздник. А эффектно будет скончать. А? Нефиг музыка. Я не знаю, что сказать, ребят. Как я говорил... Вы смотрите на этого дебила. Как я говорил из прошлого выпуска, из позапрошлого, что ему нужно реально дарить, там, не знаю, кирпич, подшипники железные, болт какой-нибудь подарить железный, да, Бар? Ну ты же, ты вообще не щадишь ничего. Серьезно, мы солисты думали, что этот мячик проживет чуть-чуть подольше, чем вот столько времени. Вот, его нельзя было сдавить руками. Врубаетесь, да? Да, что-то уже даже упало. Там что-то выпадает из него периодически. А ему пофиг. И для него это кайф, походу, порвать новую игрушку. Как, долбль! Дурной пес! Лови! Барик, где мячик? Где мячик? Ооо, вот он где мячик! Вот и весь мячик, вот и весь мячик, да, Барник? Вот и весь мячик? А мячик где? Где мячик? Ищи! А как ты его можешь искать, если ты его порвал? Детил ты ему! Будний день, вечер, сабы полный народу! Привет, друзья! Привет! Там вот все мои друзья! Это все мои друзья! А вон там по телеку реально, кстати, друзья! Ну, как мы поняли, мы приехали сюда опять точить сабы, точить... И сегодня итальянский... БМТ, да? Вот. Сегодня не майонез, а сырный соус. И, кстати, масло... Нет, не Алиского, это подсолнечное. Не будем, нет, фу, пресс. А там по телеку опять экстрим какой-то, только какая-то русская передачка. Русские ребята поехали в Норвезию кататься на какашках. Олик, в смысле, на Наташках, на волосяшках, на дурдашках, на барашках. На барашках? Я тоже хочу. Давай, есть. Отвез я Алиску, еду домой, позвонил Тёма. Короче, будем стараться репетировать в субботу и воскресенье, потому что нужно выступить, блин, 24-го как надо. Поэтому репетировать упорно и плодотворно. Вот. Но, блин, беда, что с деньгами немного беда. Тёма позвал ещё в субботу, говорит, в пабе Харатс. Будет Харатс. Будет опять выступать только не Гроги, а Виски Бразерс, тоже омская команда. Вот. Надо бы тоже туда вписаться как-нибудь, в какой-нибудь день поиграть там. Только для этого нужно нарепетировать материал. Вот. Короче, ребята играют такой рок-фолк, вроде бы, ну по словам Тёмы. Я, если честно, не помню, что там Виски Бразерс играют. Название только я помню. Знакомое. Вот. Я говорю, чувак, у тебя деньги есть, что ли? Нет. Я говорю, как репетировать будем? Не знаю. Вот. Не знаю, что у Саши сможет, не сможет, что там по деньгам. Мы не щеброды. Музыканты бродячие. Да. Было плето. Переход бы и наиграли. Накопили бы на альбом. Да. Кстати, друзья, я уже вчера поотвечал на вопросы, ибо я вчера никуда не выходил из дома и поотвечал на вопросы. То есть прошлый выпуск я добил до конца вопрос. Сейчас там появились новые, но я сегодня уже не буду, наверное, напрягать немного вот этими делами. Поэтому я с вами сегодня прощаюсь, чтобы сейчас приехать домой, уже смонтировать материал, заняться по штатам. У меня отснято есть материал для среды как раз. Завтра же среда. Да. Чтобы завтра выложить его. Вот. Майк сказал очередной. И что ты тут чимишься, гонщик хренов. Нагрёбанный какой-то херней едет. Я не к тому, что вот у него тачка такая. Потому что мозга у него нет. Ненавижу гонщиков. На дороге вот здесь вот в городе я ненавижу их. Потому что, ребят, для гонок есть стадионы и какие-нибудь трассы. Иди за город и езди. А здесь люди ездят, люди стоят на остановках. И я думаю, они хотят жить. Небольшое лирическое отступление. Короче. Всем отличного настроения. Хайфовых дней, ночей, часов, минут и сновидений. С вами был Майк. Внимание. ПОКЕДА! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok